Сегодня я буду рассказывать вам реальные истории, которые произошли на нашей памяти, на наших глазах с нашими знакомыми кошками и собаками и их владельцами. То есть вся теоретическая часть, что надо, как делать, почему она была записана в прошлом вебинаре. И сейчас я буду рассказывать эти истории. Надо сказать, что большинство владельцев при этом моих вебинаров не слушали, никаких специальных ветеринарных книг не читали, а просто по наитию пользовались тем, что они делают для людей. И им вот пришло в голову, что если людям помогает, то может быть поможет и их питомцам. И получали совершенно фантастические результаты. Вот. Ну, еще в школе, в курсе биологии человека, мы узнаем, что наши братья меньше, гораздо более чувствительны запахом, нежели мы. То есть если у человека всего там 6-7 миллионов рецепторов обонятельных, то у собак их 225 миллионов. А вот у кошек поменьше. И недаром поэтому именно собак используют как такие обонятельные машины для очень многих интересных вещей. Ну, в частности, например, собаки могут ставить диагноз и определять, болен человек раком или нет. Ну и там разыскивать все, что угодно. И, в общем, их нос – это просто удивительный механизм. И поэтому, естественно, предположить, что, в общем, запахи, которые для нас являются почти незаметными, для них это просто как молотом по голове. Но, тем не менее, почему-то они совершенно спокойно выдерживают вот наши эфирные масла и не убегают опромисью, когда мы их демонстрируем. И, в частности, вот я провожу несколько фотографий, которые были присланы в разные чаты в разное время. Вот вы видите, что работает аромодиффузор «Лепесток». И одна кошечка спит внизу, а другая сидит над батареей на подоконнике прямо около диффузора. И они совершенно явно получают удовольствие от жизни. Вот фотография тоже кошки, которая просто играет с этой струйкой пары, которая выходит из диффузора «Бреви». И это мне прислали мои дистрибьюторы из города Ижевска. Вот их кот Тишко, который оказался неравнодушен к лаванде с первого же предъявления. Но также он очень полюбил смесь «Виспер». Я думаю, что наши гормональные системы, в общем, сильно разнятся от кошкиных, но, тем не менее, он выбрал именно то, что имеет отношение к размножению. Хотя, собственно говоря, гормональные системы наши и растительные, они тоже далеки друг от друга. И несмотря на то, что какие-то запахи ему не нравятся, он покидает комнату. Вот диффузор работает у его хозяев с утра до вечера. И кот все время находится рядом со своей семьей человеческой. Значит, чайное дерево, про которое очень часто пугают, что оно опасно для кошек в первую очередь, но и для собак тоже не очень полезно. И оно оказалось вот для этого амстафа замечательным образом целебным. И хозяйка наносит чайное дерево прямо на какие-то вот эти повреждения. И собака, кроме того, еще их зализывает. То есть она получает не только через кожу трансдермально, но и через слизистую ротовой полости и достаточно быстро вылечивается. Теперь здесь рассказ по поводу шарпея. Ну, шарпея это животное, на котором кожи там в три раза больше, чем тело. И как все хозяева, его хозяйка не хотела бы, чтобы там жили блохи, клещи и еще кто-то. Вот она выбрала специально приготовленный репеллентный спрей Дотера, который называется Терашилд. Она просто брызгала из пульверизатора два-три раза с расстояния там раскрытой ладони 20-30 сантиметров вдоль позвоночника. И потом гладила свою собачку. Вот. Ну и мало того, что он не хватал вот все, что не приколочено, сегодня как раз прислали историю про клещи. Вот они сейчас в весной появляются. И это очень неприятная история, потому что они переносчики очень многих инфекционных заболеваний. Ну вот. Но самое удивительное, почему-то у собаки перестали болезненно закисать глаза. А именно у этой породы это такой ее порог. Вот. И глазки стали гораздо более заметны. Вот. Нигде-то прятаться в складках кожи. Вот. И никакой аллергической реакции у этой собаки замечено не было. Теперь золотистый ретривер. Гематома на ухе. Ну вот у меня в свое время у кошки тоже была гематома. Просто ей кто-то чуть ли не дверью там прищемил это ухо. Вот. Как получил в данном случае ретривер гематому? Каким образом травмировался? Я не знаю. Но важно, что эта гематома не заживала и собака постоянно это расчесывала. Ну и ветеринарии, естественно, предложили сделать операцию. И то же самое. Брали только чайное дерево и смазывали в чистом виде. И гематома рассосалась. Хотя собаке в данном случае запах масла не нравился. Но это как раз и помешало ей расчесывать ухо. Как там будет из других историй известно. Вот именно запах, который отталкивает и не дает животному расчесывать раны. Вот это и есть такой специальный маркетинговый ход. Влечение разного рода дерматитов. Две истории рассказывала Лариса Гусева на своем вебинаре про знакомого йоркширского терьера. Ему уже 14 лет. Для собак это очень пожилой возраст. И для того, чтобы там нормально были все физиологические отправления и пищеварение, хозяйка наносила на брюшко капельку фенхеля. И собачка, несмотря на свой преклонный возраст, чувствовала себя достаточно хорошо. Как всякая маленькая собачка, вот как моська, которая, знаете, она сильно олает на слона, они часто связываются с крупными собаками. И вот этого терьерчика покусала овчарка. В клинике, естественно, там сделали все, что полагается. Но для заживления хозяева использовали именно крем Коррект Икс. Коррект Икс, ну, в какой-то степени он напоминает то, что у нас называется спасателем, только гораздо более эффективный. Там находятся самые целебные масла, в том числе и лаванда, и мира, и ладан, и чайное дерево. И это прекрасно заживляет все у всех, включая геморрой. Но в данном случае речь шла просто о ранах. Вот, тут вы видите милую собачку, которая держит какого-то слоника, игрушку в зубах. А кокеры они вообще любят есть, все, что не приколочено. И когда с ними гуляешь по улице, они вечно норовят какую-нибудь годы сожрать. И вот эта Люся тоже что-то съела не то. И у нее началось все к большому. И рвота, и понос, и температура. Вот, и хозяйка капнула просто на ладошки дегизен и растерла собаке живот. То есть ей не надо было записывать ничего в ей рот, даже не растирать лапки, а только просто брюхо. И еще одну каплю собака добровольно слезала с ее пальцем. И через полчаса, вот как это сделано на этом снимке, видно, собака оживилась, стала играть и забыла о том, что с ней происходило. Надо сказать, что вот ровно то же самое происходит с людьми. То есть человек, который боялся там отойти от унитаза. И не знал, как ему быть, если он там приглашен на какое-то там совещание, свидание, встречу. Потому что вот в животе происходит какая-то революция. Вот стоит намазать почное кольцо, капнуть под язык или выпить там стаканчик, на дно которого капнута вот одна капелька дегизен и залита водой, то исцеление происходит в считанные минуты. Две-пять минуты, в общем, можно засекать. По часам человек даже и не вспомнит, что с ним чего-то было. То есть речь о том, чтобы до конца дня это продолжалось, нет. Довольно свежая история, недавно написали в чате, по поводу чихуашки маленькой. Хозяйка, правда, сказала, что ей было очень сложно делать фотографии. Но надо сказать, что вообще редко люди делают фотографии до того, как они получили результат. А тут вот вы видите, и видна такая маленькая белая точечка. Ну, хозяйка предполагает, что это в детстве кошка поцарапала роговицу. Вот, и, собственно, эта чихуашка роза прожила с этой травмой роговицы около пяти лет. А потом хозяйка занялась дотерой. И эта маленькая собачка такая карманная, комнатная, она все сопровождала свою хозяйку. И когда та занималась вот такими оздоровительными процедурами, как, ну, там, капнуть на подушечку, там, перед сном лаванду для хорошего сна, или, там, делать массаж ног, голени от галикозного расширения вен, или же, там, мазать онгардом перед сном для поддержки иммунитета, собака тут же прибегала и там норовила полизать, подышать, оказаться рядом. Вот, и совершенно неожиданный побочный эффект возник, когда у нее роговица очистилась. То есть хозяйка не может сказать, на какое масло была такая реакция. Но собака продолжает точно так же приходить к хозяйке, когда она ароматерапируется, там, утром или вечером, и, возможно, у нее какие-то еще внутренние заболевания или уйдут, или, слава тебе Господи, не наступят, не разовьются. Потому что 5 лет это еще пока такой юный возраст, и там старческих болячек ожидать нельзя, но, может быть, они, слава Богу, и не наступят. Вот, например, моя собачка, ей 11 лет, и когда мы с ней гуляем, и я расспрашиваю владельцев других собак, сколько лет их питомцам, они говорят, а вашей сколько? Я говорю, 11. Они говорят, чего 11? Имею в виду месяцев. А ей, на самом деле, лет. Просто вот можно дожить до преклонного возраста и быть до старости вот щенком. Кстати, в чате был еще один рассказ тоже про травму роговицы, правда, без указания породы. Вот, и хозяин мазала, хозяйка мазала ладаном за ушком, и вот эта свежая ранка затянулась за неделю. Ну, как она сказала, что врачи только руками развели. Вот, теперь история более старая, но более такая драматическая. Все, кто держал собак, знают, что и у собак, собственно, и у кошек есть такое заболевание, которое называется чумка. Оно, конечно, не имеет никакого отношения, ну, к нашей человеческой чуме. Это такое вирусное заболевание. И вот в год и четыре месяца родезийский резьбек вот этой самой чумкой заболел. Как правило, ну, больше половины собак эту чумку, ну, не переносит. И ветеринары сказали, что финал такой, ну, печальный будет. Скорее всего, скоро начнется агония. Хозяева отказались в это верить и стали давать собаке ладан и чайное дерево, а также вангард. При этом воду собака пить отказалась, и поэтому пришлось запихивать, ну, крошечное количество масла в мясной фарш и принудительно кормить собаку. Но через несколько дней, то есть считанное количество дней прошло, и собака выздоровела, гуляла со своими хозяевами на природе и целый час могла там бегать и радоваться жизни. Вот, значит, тут я, к сожалению, не знаю даже породы собак, но речь слава такова о том, нарушенное обменение веществ, когда у собаки появляются на шкуре залысины. Кроме того, это сопровождается вялостью и апатией. Оказалось, что сначала ветеринары не знали, какой поставить диагноз, но потом обнаружили, что это синдром Кушинга. Ну, почти все эндокринные заболевания лечить достаточно сложно, как у животных, так и у собак. Поэтому назначенное дорогостоящее лечение результатов особенно не принесло. Какому-то наитию хозяйка стала давать собаке с едой синдокрин, капсулу. Это, правда, не эфирные масла, а экстракты растений, которые предназначены для детокса, для очистки печени, почек, легких. И, как ни странно, у собаки восстановилось нормальное обменное вещество. И это сработало. Тоже кожная проблема, там речь шла о пятилетнем, псев, у которого он стал расчесывать себе паховую область, причем до крови. И это довольно сложно этому помешать, потому что, ну, чтобы там собака не трогала морды, ей одевают специальные ошейники такие, ну, то есть не ошейники, а конусы, да. Чтобы не расчесывали раны после операции, им тоже одевают такие специальные попунки. А вот паховая область, она обычно открыта, потому что, ну, должны быть естественные физиологические отправления. Вот. И сделали довольно такую щадящую смесь, всего лишь по одной капле на чайную ложку фракционированного кокосового масла. И за один единственный раз использования вот это раздражение ушло и не вернулось, и следа от него не осталось. В общем, верится с трудом, но, в общем, мы привыкли доверять своим корреспондентам, и, ну, то есть мы с ними совсем знакомы, и так оно и есть. Вот. Вот тут собака моей знакомой лично, которая, ну, такая состоятельная женщина, ну, хорошая собака, и она регулярно обследовалась у ветеринар. И собаке одели такой ошейник от блох и клещей, в котором, ну, как известно, специальные химикаты, которые должны уничтожать вот этих самых членистоногих. Но почему-то они уничтожали не только членистоногих, но и самого лаборадора тоже. У него начался на холке очень сильный аллергический дерматит. Он расчесал рану диаметром почти 5 сантиметров, и еще в диаметре 10 сантиметров там была отечность и покраснение. То есть рана была почти до костей. И потом она потратила просто состояние на разного рода лечения, антибиотики, вот эти антигистаминные препараты, вот аллергических реакций, куча всяких мазей. И рана то заживала, то не заживала, и собака ее опять раскусывала, расчесывала. И вот как-то раз просто от безнадежности. Она взяла, у нее была под рукой бутылочка Вангард, и она не разводя, накапала ее прямо в рану и вокруг вот на эти самые отеки. Собака тут же прекратила себя вот разгрызать и расчесывать, затихла и уснула. Может быть там произошел еще обезболивающий эффект, она наконец-то выспалась. Вот. И рана на глазах стала затягиваться. То есть там стала становиться эпители. И просто уже сейчас и отечность, и покраснение ушли. Но для очистки совести, женщина, поскольку она такая очень целенаправленная, аккуратная, она мазала ионгард, и чайное дерево. Причем капала фактически не разводя на рану. А также давала собаке пить в миску с водой. И как ни странно, собака пила. Что, в общем-то, ну не совсем естественно. То есть вот возьмите и попейте воду с чайным деревом ионгардом. Это, ну, довольно такой резкий напиток. И нужно делать это, ну, там, сознанием тела. А собаку же не заставишь, тем не менее. И все зажило. И эта собака до сих пор живет. Тому уже прошло три года. И, слава тебе, Господи, все в порядке. Вот. И это совершенно блестящая история. Вот как раз Лариса Гусевой, которая рассказывала это и на видео, и на своем вебинаре. Вот я все ее комментарии собрала в их день, поэтому получилось много текста. Но мне кажется, что тут детали очень-очень важны. Ну, лаборатор, вы знаете, это очень такие добродушные собаки, которые никогда никого не кусают, не обижают. Они вот водят, работают поводырями у слепых. И, в общем, это такой настоящий семейный друг. Они прекрасно владеют этой семьи. И понятно, что к ним очень привязываются хозяева. И все было хорошо, пока вдруг, совершенно неожиданно, у этого лабора не проявилось наследственное заболевание. Атрофия мышц черепа. В чем это выражалось? Ему трудно было сжимать пасть. То есть сначала он перестал брать твердый корм, только какой-то такой жидкий, да, мягкий. Затем перестал играть с игрушками, палками, то есть перестал их там приносить, грызть и как-то развлекаться. Вот, он стал худеть, мышцы тоже стали как-то усыхать, и даже кожа вся покрылась короткой, и шерсть вылезала. Ну, естественно, обратились к врачам. Ну, что они могут предложить? Антибиотики, гормоны. И вот два месяца собаку кололи, чем только можно. И дело колончилось тем, что у него парализовала заднюю часть туловища. Это не значит, что его парализовало из-за антибиотиков и гормонов, а просто вот та самая некая атрофия, видимо, продолжилась и на заднюю часть туловища. Ну, то есть собака умирала. И вот три месяца взаимодействия с ветеринарами ни к чему не привели. Хозяйка решила взять лечение собаки в свои руки, поскольку ладан – это король масел, ладан – это наше все, не знаете, что посоветовать, берите ладан. Вот, она просто вот как-то вот в момент безысходности такой нанесла на задние лапки собаке две капельки ладана в столовой ложке фракционированного кокосового масла и просто втерла. И уже через три часа после этих двух крошечных капелек собака встала. При том, что до этого она ходила, ну, на пеленку, да, ну, как бы в памперсе, я не знаю. Вот, и она смогла выйти из дома и даже справить свои дела, погулять. И Лариса стала лечить ее каждый день. То есть вот делать эти специальные массажи. Собаке это очень нравилось. Она ложилась на пол и просто поднимала лапы вверх. При этом это не то, чтобы она просто ложится на пол, когда за ней ухаживает. Потому что когда в свое время, ну, или сейчас тоже, она использует вот репеллентную смесь тарашилта, которую я только что рассказывала, он подставляет не лапки, а там загривок и голову. Вот. Кроме того, ну, ладаном одним не обошлось. Еще добавляли в корм одну-две капли капаеба, которая, как известно, противоспалительное обезболивающее. А также она выдавливала капсулу ксиомега. Вся омега это ненасыщенные жирные кислоты, которые, конечно, очень хороши для нервной системы. И даже поскольку собака была в крайней степени истощения, стала подкармливать ее коктейлем. Симмонсесси, там, столовую ложку на полстакана воды. То есть было по наитию сделано очень-очень грамотное лечение, которое просто подняло собаку вот из могилы. И, кроме того, поскольку шерсть была очень плохая, и кожа вся покрыта вот этой коростой, стали использовать очищающий шампунь для собак. Это не датаревский шампунь, а просто какой-то собачий шампунь. И добавляли туда вот на то количество, которое помещается в ладошку, чтобы помыть собаку, одну-две капли чайного дерева. Причем использовали всего дважды этот шампунь с чайным деревом, и кожа очистилась. И уже через месяц вот такого всестороннего обслуживания, там, лечения собаки улучшение было уже заметным неооруженным взглядом, а через 4 месяца собака полностью восстановилась. То есть она бегает, сопровождает свою хозяйку при прогулках, там прыгает на кровать, и никаких вот пролеча задних конечностей там не наблюдается. Тут тоже история неврологическая. Вот есть такие собачки крошечные, шпинцы. И вот у одной такой собаки, но непрямые мои знакомые, там через вторые руки, там хозяйка лечилась у знакомого врача и заодно рассказала про эту историю со шпицем. То есть там был ишемический инсульт, пары с задних ног, вот он их увлочил. Вот. Нарушения. И стали капать просто чистый ладан, две капли в рот, и смазывать носик на протяжении двух недель. И собака вернула их к жизни уже на четвертые сутки. И сейчас она здорова. Обычно таких пристреливают. Ну или каким-то еще образом усыпляют. Вот. Эта история тоже рассказана Ларисой по поводу щенка. Я сейчас, наверное, не помню, как называется эта порода немецкая. Хотя я с ними знакома. Вот. У него почему-то был понос и какие-то пятна на коже. Даже какие-то такие, как небольшие жировики, что ли. Вот. Ну и врач, естественно, назначил антибиотики. Два-три месяца. И толку от этого было никакой. И тогда хозяева решили пройти курс эфирных масел. Каждые два часа почти на всю кожу наносили разведенную лаванду и римскую ромашку. И вот щенок вернулся к жизни и кожа у него очистилась. Теперь кошачья чунка. Это тоже верхнее заболевание. Вы знаете, есть такая порода мейн-кун. Это кошки, которые похожи на рысь. Они очень-очень болезненные, потому что там такой очень близкородственный отбор. У них очень слабое здоровье. И хозяева просто не вылезают от ветеринаров. Но они достаточно дорогие. И потом они медленно размножаются. У них там один-два котенка выводки. Ну, в общем, это такое очень дорогое развлечение. Ну, и вот такой породистый котенок заболел чункой. Его вовремя там не привили от этого. И хозяева. Ну, а чунка, как я уже говорил, это такое заболевание с очень высокой вероятностью летального исхода. И вот одну каплю аромосмеси ангарты, одну каплю лаванды смешали с водой и просто вливали в глотку. Вот. Котенок срыгнул какими-то зелеными хлопьями. И после третьего раза рвота прекратилась. Через полтора часа уже температура стала нормальной. И на следующий день котенок стал кушать и выздоровел. То есть, вот выздороветь при помощи нескольких капель масла, то есть, это даже трудно посчитать, во сколько рублей это обошлось. То есть, это, ну, просто даром. И с такой невероятной скоростью. То есть, это не неделя, не две, а полтора дня. Вот тут тоже отравление, правда, пищевое. Вот. Кошка два с половиной месяца тоже чем-то траванулась. И четыре дня у нее был непрерывный рвота по носу и поэтому, естественно, полное обезвоживание. И ветеринары опять ничего полезного сделать не смогли. То есть, все, что они рекомендовали, кошку от этого тошнило. И вот от отчаяния хозяйка, собственно, даже не догадываясь, это можно или нельзя давать это животному, намазала на брюшко смесь дегиза. И кошка даже пыталась слизывать себя это масло. И наутро она уже стала обратно веселой, игривой. И уже никто не помнит, чем она болела. Хотя четыре дня это вот просто была такая тряпочка. Значит, эту историю рассказала мне Елена Шевченко, вот, из моей группы. Собственно, я услышала об этом уже год назад и сейчас как раз попросила рассказать подробности, что сейчас происходит. То есть, кошку, которая жила на вот таком дачном участке, покусала какая-то собака на улице. И у нее началась гангрена. У нее были прокусаны первые фаланги пальцев. И ветеринар предложил ее усыпить, так как смерть эта была неизбежна. Вот. Но хозяева решили рискнуть. И усыплять свою кошку не стали. Они стали в чистом виде капать лаванду и ладан вот на эти самые раны. А потом, правда, стали использовать вот разведение. Ну, на 15 миллилитров, ну, в сумме, там, 15 капель масел. Через две недели, ну, там, та часть, которая отмерла, она отмерла. Вот. А остальная осталась здоровой. Ну, вот эти фаланги пришлось ампутировать. Но кошка абсолютно жива, сама передвигается, там, не знаю, как-то сама себя обслуживает, ловит мышей. Вот. И уже прошел целый год, и она вполне счастлива. То есть кошку, которую предлагали усыпить, спасли. При помощи всего того же самого ладана. Эту историю мне рассказали сегодня. Такая Валя Никисина из Ашхабада. У нее старенькая кошка, 21 год. Она, в общем-то, была довольно здоровой. И более того, она норовила несколько раз в году рожать котят. Поэтому последние 6 лет собака просто, то есть, не собака, а хозяйка для экономии собственных сил, делала ей специальный укол, чтобы там год-полтора она не рожала. Вот. И вот прошел год после ее последних родов. То есть 20 лет она последний раз родила котят здоровых. И вот вдруг, на прошлой неделе, у кошки начались выделения. То есть это было воспаление матки и выделение гноя. Но, естественно, матку надо было просто удалять. Но ветеринар предположил, что она не может выдержать наркозы. И помрет просто на операционном столе. Поэтому он назначил метронидазол. Но хозяйка честно пыталась ей скормить. В основном ничего не попало. Только вот кошка всю ее и сцарапала. И она тоже вернула в кладану. То есть она брала детский омегу, столовую ложку. Капала туда две капли ладана. И стала спаивать ей по пипетке три раза в день. А также смазывать лапой, спинную, мордочку. Чтобы кошка могла это сама слизывать с себя. И в отличие от метронидазола, никакой драки с царапанем не происходило. Кошка вполне добровольно все это переносила. И кроме того, она еще развела в водичке тоже детские жевательные витамины. И вот через пипеточку 5 мл такой смеси ей давала через рот. Вот через два дня, что на мой взгляд невероятно быстро, вот эти гнойные выделения прекратились. Запах исчез и вернулся аппетит. Метронидазол больше не использовался. Собственно, вот он использовался однажды не очень успешно. И скорее всего почти ничего не попало. И в общем просто только наладование омеги и детских витаминах кошка 21 года вернулась к жизни. Вот тут тоже история трагическая. Напоминает историю с лабрадором Саймоном. Там кот попробовал мясо с отравой для крыс. Обычно это кончается, ну, очень быстро. Смертью животного. Ну, надо сказать, что я в свое время потеряла собаку. У меня был черный кокерспанель. И мы травили тараканов. И он то ли сожжал этих тараканов, то ли просто нанюхался этой отравой. И в очень больших мучениях умер там в течение нескольких дней. И вот тоже тут попала достаточно большая доза этой отравы. Вот хозяева заметили, что он перестал там ходить в лоток. Все время стонал от боли. Вот. И они использовали тоже самый чудесный дигизен. А также добавили можжевельника Капаева. Можжевельник это известное масло, которое у нас решает проблемы, связанные с выделительной системой. А Капаева является обезболивающим противовоспалительным. Тоже очень-очень грамотный выбор. Вот. Хотя, когда вообще-то говоря, врачи-то уже взяли там в реанимацию, но им разрешили пользоваться эфирными маслами. Вот. Кот остался жив. Ну, лапы отнялись. А хозяева продолжали почивать его эфирными маслами. И он теперь вот тут сфотографирован, как он сидит на верхушке шкафа. То есть он прекрасно прыгает с места на там полтора метра. И к нему вернулись все его способности. На мой взгляд, тоже совершенно феноменальная история. Вот. Тут мы переходим к кошкам. Есть такие кошки, называются сфинксы. У них вообще нет шерсти. Только голая кожа. И, кстати, мне совсем... Вот как раз на прошлом вебинаре задали вот ровно такой же вопрос, что вот сфинкс кажется, обжегся и кажется от батареи. Вот что делать? И вот тут вам на помощь именно такая история. То есть используется лаванда, ладан и эвкалипт. Почему такой состав? Ну, по поводу лаванды, известно, собственно, с ней началась вся современная ароматерапия, когда Рене Гаттефос вот опустил обожженную руку в какой-то сосуд с лавандой и выяснилось, что заживление произошло очень быстро и не образовался шрам. Вот. Ладан – это вообще масло из смолы, которое... Ну, свойство, которое основное – это заживление. И вот еще уже много лет по рецепту Александра Кожевниковой все дотеровцы используют эвкалипт для обезболивания и заживления рамок. Вот. Ну и тут, видимо, человек решил сразу все по максимуму. И вот они смешали примерно в равных долях базовое масло и вот смесь эфирных лаванды, ладан и вкалипт. И наносили на пораженный участок. И хозяева пишут, что к вечеру от ожога не осталось и следа. Я думаю, что каждый из вас в жизни обжигался. И даже если вы пользовались такими доморощенными средствами, типа там пописать или гипертонический раствор соли, или помазать там маслом или еще чем, ну вот так, чтобы к вечеру от ожога не осталось и следа, конечно, вряд ли такое происходило. Может быть, не было лудырей, может быть, там еще что-то шрамов. Вот. Но все-таки ожоги за полдня обычно не заживают. Вот. Тут тоже рассказ про домашнюю кошечку, у которой были колики. И хозяева опять-таки массировали животик дегизеном и фенхелем. Почему по часовой стрелке? Потому что наш кишечник устроен таким образом, что он закручивается по часовой стрелке. Просто чтобы не работать в противотоке с перистальтикой. Вот. Видимо, эта кошка вообще есть свойственно, есть всякую гадость. Потому что тут пишется во множественном числе, что все проходит за одну минуту. Вот. И, я не знаю, это та же кошка или другая? У кошки был цистит. Вот. И стали использовать масло можжевельника, поскольку у людей масло можжевельника применяется для всех проблем, связанных с целевым обменом. С почками, отложением солей, камнями в почках, циститами и так далее. Вот. И вот хозяева пишут, что результат им понравился. Вот. И это рассказ Марины Лихацкой, которая завела ту же кошку. И кошка раздирала мебель когтями. Я так понимаю, не только мягкую, но и деревянную. Вот моя кошка, например, полсада передрала. Вот. Она накапала на когтеточку мяту. И кошка стала предпочитать когтеточку обоим и мебелем. И когтеточка ей нравится. Она получает кучу удовольствия. И завершить сегодняшний рассказ. Я хочу рассказать историю, которую я несколько раз уже озвучивала, по поводу попугая. Потому что это был как раз первый случай, когда мы узнали о действительно фантастических свойствах эвкалипта. Это моя знакомая, можно сказать, даже соседка, она тут живет неподалеку. Семья которой 43 года жила, держала попугая. И в квартире давно не было ремонта. Потому что это старый сталинский дом, старая семья. В общем, не очень любили всякие перестановки. Но вот как-то решили все-таки сделать капитальный ремонт. Пригласили мастеров, начали заливать полы. И попугай просто поимел очень серьезный стресс. И он стал выдирать все перья на одном плече. И разодрал его до крови. И рана у него была по размерам сопоставима с раной лабрадора черного, о котором я рассказывала. Тоже 5 на 3 сантиметра. И там ему чем-то мазали. Он раздирал. Мазали, раздирал. И хозяйка, которая прочла какой-то нашей рассылки по поводу эвкалипта, она просто взяла и прямо из пузырька закапала это самое плечо. И попугай в ту же секунду перестал раздирать свою рану. И тоже уже к вечеру рана эпитализировалась. Она затянулась и в нее не стало выделяться никакой сокровицы. Но чтобы довести дело до конца, эти процедуры продолжались там два раза утром и вечером. И уже на третий день вся рана была закрыта твердой корочкой, а через две недели стали появляться молодые перышки. Как вы могли заметить, вот почти все эти истории, они были с очень высокими концентрациями масла. То есть это были концентрации, очень часто вообще неразбавленное масло. И никто из животных не погиб. И даже наоборот остался жить к нашей общей радости. Потому что недавно у меня была история, когда мне рассказали о попугай из зоопарка, который, собственно, у него оперение осталось только на голове. А так он был абсолютно голый, раздетый. И как ни странно, в этом своем голом виде он продолжал выступать в цирке и гастролировать. И его тренер очень беспокоился, если с этой драгоценной птицей что-нибудь случится. То есть он бы и хотел вырастить ей оперение, но не хотел брать на себя ответственность. А вдруг птичка сдохнет, а она стоит колоссальные деньги. И хотя я рекомендовала ему некоторые прописи, вот там лимон, апельсин, сейчас не помню, что третье, вот прыскать и смазывать, он делал это очень щадящим образом. И то, там пошел какой-то процесс. То есть появились пенечки, стали там появляться. Но они все-таки использовали очень-очень-очень щадящие дозировки. Я считаю, что если речь идет о таких серьезных проблемах, вот не профилактически таких-то, а спасение жизни, можно все-таки использовать кратковременно, но достаточно высокие дозировки. И будет вам счастье. И собственно говоря, я сегодня не буду вас больше задерживать, потому что достаточно поздно. И я очень надеюсь, что вы пришлете мне новые чудесные истории про ваших питомцев. Может кто-то расскажет про рыбок или хомячков, или, я не знаю, там черепах, лягушек, еще кого-нибудь. В общем, животных, которые вы держите, и что им помогает. Тем более, что сейчас можно все это делать в научной основе. В прошлый раз я пересказала вот некую монографию, плюс массив данных, которые вот находятся в интернете по поводу разного рода рецептов. И можно уже не наобум, не от отчаяния, а просто на научной основе заниматься лечением животных. И более того, на одной из конвенций там был целый круглый стол, посвященный эфирным маслам. И вот Елена Левера ссылала конспект этой лекции. Очень советую вам с ним ознакомиться, чтобы использовать это повседневно. Сейчас взгляну, что у нас происходит с чатом, если там что-нибудь. Вот. Если у вас вдруг какие-то вопросы есть, я постараюсь. Так, вот, да, про клещей. Наш кот любил масло нарда. Но это как раз абсолютно неудивительно. Дело в том, что нард относится к тому же семейству, что и валерьяна. Вот. И как вы знаете, валерьянкой, то есть котов хлебом не кормить, то есть не хлебом, а мясом не кормить, да, и понюхать валерьянки. Поэтому нард, конечно, можно использовать, например, на тех же самых когтеточках, чтобы кошки их выбирали. IQ-мега это IQ-это коэффициент интеллекта. Дело в том, что в Дотере, помимо взрослых витаминов и омеги, есть специальные витамины омега, еще пробиотики для детей. Вот IQ-мега имеется в виду, что это такой детский вариант омеги, и он не капсулирован, его едят чайными ложками, он вкусненько пахнет апельсинчиком, а вовсе не этой самой прогурливой. Вот, просто поскольку животное все-таки по размеру ближе к детям, чем к нам. Вот на Валентина Никитина использовала для лечения своей 20-летней кошки именно детские витамины и детскую омегу. Вот я предыдущий вебинар уже стоит у меня на канале Екатерина Стоцкая, вы можете его пересмотреть. Вот этот я думаю, что тут вырежут вот эти все накладки, которые были, и я поставлю в течение ближайших тоже 3-4 дней, и вы сможете эти картиночки себе сохранить, посмотреть и руководствоваться ими в своей жизни. Так, что-то там про Няшицу, у него под глазами коричневые пятна от слез, что посоветуете? Если честно, вот тут как раз я бы последовала вот этому совету, не знаете, что посоветуете, советуете ладам. Ну, это, в принципе, конечно, свойство породы, есть породы, у которых очень слезящиеся глаза. Вот. Вообще-то говоря, все, что связано с сосудами, это, естественно, лемонграсс и кипарис, и, кстати, оба этих масла не вредны собакам, но нужно делать такие щадящие дозировки, типа там капли на чайную ложку или даже столовую ложку. Но все равно, поскольку природа-то не предусматривала никакой такой повышенной слезливости, вот, можно попробовать поработать ладаном, то есть давать под язык разведенный или мазать лапки и даже можно мазать орбиты глаз, но на большом расстоянии. Кстати, вот к некоторым глазным болезням подходит вот этот самое масло такое у нас даже мазь, я бы сказала, коррект икс. Сейчас используют при ячменях, но я думаю, что если вы будете ну так аккуратненько протирать глазки сильно-сильно разведенной лавандой с кокосовым маслом, допустим, на столовую ложку одну каплю лаванды и просто вытирать, да, и можно там на расстоянии, чтобы это не попадало на саму слизистую глаза, смазывать вот этим самым мазью коррект икс, может быть, поможет. Так, у собаки что-то с мозгом пьет по 10 литров и писается лекарство, ну, это, конечно, неврологическое заболевание, то есть у нее нарушена вот эта регуляция, то есть много пьет и много писает, попробуйте то же самое ладан, ладан, дидиар, ну, дидиар лучше не рисковать, может быть, но вот ладан точно просто на холку, на крестец втирайте в позвоночник, можете давать мазать небом, просто вот окунули палец в ладан и засунули в пасть собаки на десны и на нем. Ей, конечно, будет не очень приятно, но она от этого не умрет точно. Но, похоже, что эти самые вопросы кончились, но вы не воспринимаете меня как ветеринара, у меня нет ветеринарного образования, у меня просто есть некоторый там опыт и здравый смысл, что бы я делала на вашем месте. Лично мне приходится в основном мазать в паховой области своей собаке Диги с Зеном, если она случайно съела какую-нибудь человеческую еду для нее непредназначенную или какой-нибудь гадость на улице. И, хотя она и сама пытается вылечиться, вот она там жует траву, чтобы у нее стошнило и желчь там вышла, но, кстати, вчера как раз, когда я гуляла, почему-то она присаживалась там 25 раз и уже потом ей нечем было испражняться. В общем, ей было не очень хорошо. Я ей намазала вчера вечером сегодня утром Диги с Зеном брюхо и она уже обо всем забыла. Ну, хорошо, тогда я с вами прощаюсь. Видите, сегодня получилось коротко и сердито. Вот, надеюсь, что мы еще увидимся, обсудим еще какие-нибудь очень важные и интересные темы. почему собака ест траву, потому что собаки знают какую траву есть, они таким образом вызывают у себя искусственную рвоту. Ну, по крайней мере, я так наблюдала, что собака пошла, сожрала траву и тут же ее вытошнила. Но это было не сегодня, а неоднократно в моей жизни я это наблюдала. А когда их рвет, их рвет желчью. Но людям же тоже очень полезно протошниться, когда они отравились. Выпиваете там пол-литра воды с содой два пальца в рот и все лишнее из вас выходит. Отличный способ детокса. Вот. Ну, то есть не всегда надо не всегда надо эфирными маслами лечиться. Иногда можно лечиться просто водой, холодными обливаниями и, ну, в общем, какой-то здравый смысл еще включать попросту. Да. Хорошо. Я очень рада, что вы сегодня были со мной. Тогда хороших вам выходных. Можно еще спросить? Да-да, можно, конечно. Добрый вечер, спасибо большое. У нас котик розовый, как его, розовый сфинкс. Да, понятно. Ему больше годика, он такой шустрый, бойкий, но иногда, когда его купаешь, он после этого покрывается пятнами такими красными. Это что, собака в стрессе? Он что? Это кошка. Да, я уже в больнине. Знаете, я вообще противник мытья животных. Да? Да. То есть, вот смотрите, вот самый лучший мех у нас у кого? У соболей, там, у лисиц, у песцов, у норок. Они никогда в жизни не мылись с мылом. То есть, животное свою шкуру вылизывает. Сфинкс, это, конечно, такая довольно искусственная порода, выведенная там специально для человеческого развлечения. Но, тем не менее, злоупотреблять моющими средствами абсолютно не надо. Они эволюционно не приспособлены. Вот мы себя, ну, как-то вот на это дело выдрессировали. И то, существуют целые цивилизации, которые не моются никогда в жизни. И нельзя сказать, что от них там очень плохо пахнет, или они покрыты какими-то струбями и ростой. Это известно, что если мыть голову каждый день, то волосы будут салиться каждый день. Если мыть, вот сейчас все от коронавируса моют руки, что происходит? У всех начинают трескаться пальцы. вот, то есть мыть надо так, что если собака вот ваша вывалилась в какой-нибудь тухлятине, или случайно в какую-нибудь там сажу вляпалась, или еще чего-то. Даже если вы хотите просто помыть и ножки не пачкала, ну, это можно сделать каким-то щадящим образом. Вот. То есть просто перестаньте мыть ее мылом, ну, или в крайнем случае мойте ток теплой водой. Можете там, ну, чего-нибудь добавлять, там, этой какой-нибудь лавандочки еще. В принципе, вот эти пятна, которые появились, там, разведите в кокосовом масле и смазывайте ваточкой. Но прекратите просто мучить ее мылом. Спасибо, Катюша. Я еще раз делаю попытку с вами попроситься и пожелать вам хорошего уикенда и вообще, чтобы наша жизнь вернулась в нормальное русло. Мы могли бы встречаться с живьем, а не только виртуально. Спасибо. Огромное. Спасибо.